Во вторник утром в Киев приехал Энтони Блинкен. Сначала полномасштабного вторжения. Это уже четвертый визит госсекретаря США в Украину. В ходе встречи президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, насколько важен этот визит и помощь, оказываемая США. Но нужно больше, чтобы противостоять РФ и защитить Украину от ракетных ударов. Решение о пакете оказания помощи было краеугольным. И, конечно, нужно доставить эту помощь как можно скорее. И речь идет о противовоздушной обороне. Прежде всего, это самая большая проблема для нас. Нам действительно нужны сегодня уже два патриота для Харькова и Харьковской области. Цель визита, о которой ранее не сообщали, продемонстрировать солидарность США с Украиной. Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу несгибаемую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии. Сейчас идет наступление РФ на Харьковском направлении и ожидается активизация на другом направлении. Поэтому, соответственно, сейчас такая сложная ситуация. Поэтому приезд Блинкина – это такой жест поддержки Украины. В течение двух дней визита Блинкин, кроме президента Зеленского, проводит встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулевой. Главные вопросы – ситуация на поле боя и военная поддержка. Все мы восхищаемся вашей необычайной стойкостью, вашей выдержкой, вашей силой и вашим лидерством. Мы знаем, что это сложное время, но мы также знаем, что помощь сейчас в пути, какая уже поступила и больше поступит. И это изменит ситуацию для борьбы с продолжающейся российской агрессией на поле боя. И мы настроены вместе со многими другими партнерами Украины обеспечить, чтобы вы добились успеха на поле боя. Кроме того, прорабатывается так называемое соглашение о безопасности, которое будет включать вооруженную, финансовую и политическую поддержку на этот и последующие 10 лет. Вопрос соглашения о безопасности, которое мы готовимся подписать в США, уже происходило много раундов. Об этом сообщает и руководитель ОП Андрей Ермак, который непосредственно проводит эти переговоры и, очевидно, обсуждение определенных деталей, а также обсуждение именно времени, когда лучше подписать. Главный вопрос – это формула мира от Зеленского, которая будет обсуждаться на глобальном саммите, который пройдет в середине июня в Швейцарии. С помощью США Украина хочет найти как можно больше союзников формулы украинского президента, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и принять украинские условия. Будут обсуждать вопросы справедливого мира, как его видит Украина, как его видят партнеры, чтобы присоединить как можно больше стран к нему. Со своей стороны РФ активно пытается противодействовать в нем. Проводит различные дезинформационные кампании. Визит Блинкина еще раз подтверждает полную поддержку и помощь до победного конца от США. Важно, чтобы Украина со временем стала на собственные ноги в смысле демократии, финансов и экономики. Будет свободно преуспевающим, и это то, что будет лучшим ответом Путину. Это будет лучшим вашим будущим, и мы в Соединенных Штатах привержены этому. Еще 24 апреля Сенат США принял законопроект о помощи Украине. В тот же день его подписал и Джо Байден. Тогда президент подчеркнул, что поставки оружия и боеприпасов должны начаться немедленно. И, скорее всего, одновременно с Блинкином в Украину прибыли такие необходимые боеприпасы для систем ПВО и артиллерии. Ракетные системы и бронетехника.